Здравствуйте! В этом видео вы увидите краткий исторический контекст, связанный с краткой эволюцией греческой философии, чтобы вы смогли понять в последующих видео, истоки ее мифологии, различные периоды и каждого из авторов, которые их составляют, конкретным и глубоким образом охватывая досократовскую философию, классическую греческую философию и кульминацию эллинистической философии. Греческая философия занимает в истории философии период примерно между возникновением западной философии в районе Ионии в начале VI века до Н.Э. и вторжением римлян в Македонию в 149 году до Н.Э. Иония – это название, под которым в древнегреческие времена было известно западно-центральное побережье Анатолии, включавшее также прилегающие острова. Это исторический регион. Сегодня материковая часть принадлежит Турции, а островная – Греции. Королевство Македония, также известное как Македонская империя, было греческим государством в классической эллинистической древности на севере современной Греции. Это царство было консолидировано в 5 веки до Н. И пережило значительный подъем могущества в 4 веки до Н, при Филиппе II, который сделал Македонию ведущей державой в Греции. Его сын Александр Великий, Александр III, завоевал большую часть известного мира, открыв эллинистический период греческой истории. Иногда ее также называют классической или античной философией, хотя при использовании термина «классическая» речь может идти и о римской философии. Греческая культура распространилась по Балканскому полуострову, островам Игейского моря и побережью Анатолийского полуострова на территории современной Турции. В историческом плане, однако, можно проследить происхождение греческой цивилизации от крита-мекинской культуры. Критская цивилизация, также известная как Минойская, считается культурным предком Древней Греции. Он находился на острове Крит в Южной Греции в период Бронзового века между 3000 годом ДН и 1100 года ДН-э. В период своего расцвета критская цивилизация отличалась торговым и военно-морским могуществом. Мекинская цивилизация развивалась в период позднего Бронзового века, примерно между 1700 и 1050 годами ДН-э. Она представляет собой первую развитую цивилизацию материковой Греции с ее дворцовыми государствами, городской организацией, произведениями искусства и письменностью. Около 1600 года ДН-э. Ахейцы, грекоязычный народ индоевропейского происхождения, проникли в материковую Грецию, поселившись в сверхвосточном углу полуострова Пелопонез. Ахейцы – одно из собирательных имен, используемых для обозначения греков в целом – Одиссе, И, Илиаде, Гомера. В исторический период ахейцы были жителями Ахэ. Города-государства этого региона образовали конфедерацию, известную как Ахейская лига, которая была очень влиятельной в течение 3 и 2 веков ДН-э. Они стали доминировать над кретянами около 1200 года ДН-э. Другим народом греческого происхождения были дорийцы, которые отличались своим языком, обществом и исторической традицией. Традиционные источники относят их происхождение к северным районам Древней Греции, откуда неизвестные обстоятельства привели их в Южный Пелопонез, на некоторые острова в южной части Эгейского моря и на южное побережье Малой Азии. Некоторое время их вторжение рассматривалось как вторжение, которое дестабилизировало мекинские государства, разрушив их культурные формы и заменив их культурными формами захватчиков, и важно отметить, что они использовали железное оружие и захватили Грецию, победив мекинцев. Спарта и Карин стали главными дорийскими городами. С приходом дорийцев начался период культурного упадка, известный как Темные века или Темные годы. После дорийского завоевания жизнь во всей Греции опустилась на очень примитивный уровень и оставалась такой в течение нескольких сотен лет. Однако с VIII века до N, по VI век до N, период, известный как Архаический период, Греция развивалась и завершила большой политический, экономический и культурный подъем. Это восстановление стало возможным благодаря организации городов-государств, полисов и основанию колоний на побережье Малой Азии и Черного моря, Сицилии, Южной Италии, Южной Франции и Испанском Ливанте. В этом смысле следует подчеркнуть влияние синкретизма между интересами элиты и греческой религиозной системой, когда владение землей и наследование перешло к первенцу мужского пола, с целью избежать раздела имущества и таким образом поддержать власть, основанную на владении землей. Это объясняет роль, которую сыграл Дельфийский оракул, который через чтение судьбы жрицами способствовал миграции, приведшей к греческой колониальной экспансии, а вместе с ней к взрыву торговли, росту богатства и появлению новой коммерческой элиты. Новые колонии стали полисами, политически независимыми от метрополии, также называемой материнским полисом, но сохранили тесные религиозные, экономические и культурные связи. Вии 4 века Дайен Соответствует периоду расцвета великих независимых городов-государств на Эллинском полуострове, среди которых выделяются полисы Афины и Спарта. Спарта была расположена в Древней Греции, на полуострове Пелопоннес, на берегу реки Евротос, между горами Тайгита и Парнон. Спарта не может считаться типичным городом-государством, поскольку у нее не было ни стен, ни акрополя, и не может быть понята с этнической точки зрения, в смысле племени, поскольку ее территорию занимали пять различных племен. В начале этого периода между пятью и четырьмя веками Дайен, греки объединились, чтобы победить опасность, которую представляла мощь персов в так называемых Медонских войнах. Медийские войны, также известные как Медианские войны, были серией конфликтов с 490 года. Дайен, по 449 год Дайен, между Персидской империей и греческими городами-государствами и состояли из трех войн. В 449 году Дайен был подписан мирный договор под названием «Калийский мир», в котором обе стороны договорились больше не нападать друг на друга, а Персидская империя должна была признать победу греческих городов-государств. После победы Афины стали гегемоном в Дельфийской лиге, Альянсе, который был создан для защиты от персов. Во внутренней политике афиняне укрепили политическую систему, известную как демократия, правительство народа, а во внешней политике они стали великой политической и военной державой Эллады, что принесло им множество врагов. Этот период известен как «Золотой век Афин» или «Век Перикла» в честь правителя, который привел Афины к их величайшему великолепию. После этого краткого исторического обзора важно отметить, что греческую философию можно разделить на три подпериода – досократовская философия, от Фалеса-Милецкого до Сократа и Софистов, классическая греческая философия с Платоном и Аристотелем в качестве ее величайших выразителей, и постаристотелевский или эллинистический период. Досократовская философия характеризовалась множеством различных предложений о том, как понимать мир и место человека, ставя под сомнение традиционную мифологическую концепцию мира. Мысли этих ранних мыслителей дошли до нас через фрагментарные записи и сообщения более поздних мыслителей. С появлением Софистов в середине четыре века до Н, человек стал центром философских размышлений. Софисты были особенно озабочены этическими и политическими проблемами, такими как вопрос о том, являются ли нормы и ценности естественно данными или установленными людьми. В то же время Афининин Сократ разработал и применил Маевтику, метод, с помощью которого он беседовал с другими людьми и проводил их через серию вопросов, чтобы выявить противоречия, присущие их позициям. Его проявления интеллектуальной независимости и несоответствующие обстоятельствам поведения, помимо того, что он подвергал сомнению господствующую религиозную ритуальную систему, привели к тому, что власти вынесли ему смертный приговор по обвинению в нечестивости к богам и развращении молодежи. Поскольку Сократ ничего не оставил в письменном виде, его образ был определен его учеником Платоном. Его работы в форме диалогов стали центральным пунктом западной философии. На основе сократовского вопроса в форме «что есть экс», где под экс понимается что угодно, например, «что есть добродетель», «что есть справедливость», «что есть благо», Платон создал зачатки учения об определении. Он также был автором теории форм, которая послужила основой для представления реальности, состоящей из двух частей – плоскости объектов, воспринимаемых нашими органами чувств, в отличие от плоскости форм. Доступных интеллекту только путем абстракции. Только знание этих форм дает нам более глубокое понимание совокупности реальности. Аристотель, ученик Платона, отверг теорию форм как ненужную двойственность мира и реальности. Различие между формой и материей является одной из основных черт метафизики Аристотеля. Его школа начала классифицировать всю реальность, и природу, и общество, по различным областям знаний, научно анализировать и упорядочивать их. Кроме того, Аристотель создал классическую логику силогизма и философию науки. Этим он установил некоторые из фундаментальных философских предположений, которые были решающими вплоть до современности. В переходный период с 5 века до н, по 3 век до н, после смерти Аристотеля и упадка Полиса, войны между эллинскими царями за престол Александра Македонского сделали жизнь проблематичной и небезопасной. В Афинах возникли две философские школы, которые, в явной оппозиции к Платоновской академии и Аристотельевскому лицею, ставили во главу угла индивидуальное спасение. Распространение греческой культуры, особенно в период эллинизма, ее поглощение Римской империей, ее последующие отношения с христианством и ее окончательное восстановление в 13 веке благодаря таким переводчикам, как Аверойс, а также интерес, проявленный к этой группе мыслителей в эпоху Возрождения, способствовали продолжению изучения греческой философии, которая стала одним из столпов западной культуры. Чтобы дать вам более широкую перспективу, которая позволит вам войти в мир греческой философии, следующие видеоролики проведут вас через различные периоды и каждого из авторов, составляющих греческую философию, конкретным и глубоким образом, от досок ротовской философии, классической греческой философии до кульминации в эллинистической философии. Далее видео. В рамках древнегреческой философии и предфилософской мысли будет обсуждаться происхождение человека, мифология и олимп. Для просмотра других видео по истории, мифологии и философии посетите мой канал в описании видео.